Нас могут пытаться разделить и будут пытаться разделить только наши враги. Сами чеченцы делить себя не будут, если они не являются врагами самим себе. Поэтому те, кто подобные вещи исповедует, пытается, либо они это делают осознанно, работают на врага, либо они делают это из своей глупости. Тумсо, почему чеченцев ингушей раздражает, когда Орской говорят, что они отдельная нация? Я слышал войнахов из Сирии, они делятся на три нации и в общем называют себя войнахами. Ибрагим Коригов. Насчет раздражения. Не знаю по поводу ингушетии, есть ли там раздражение. В Чечне это вполне понятная логика. Это попытка России дробить наш народ, вытащить из него какую-то часть наших тейпов, наших обществ и противопоставить их нам. Это то, что делалось веками. Такая политика разделяя и властвуй. Поэтому, конечно, у нас относятся к этому негативно. Это равносильно тому, что какое-нибудь общество типа Чеберлой, допустим, скажет, что мы не чеченцы, мы теперь вот типа Чеберлой. Или там те же эхки, да, скажут, что они не чеченцы, они теперь эхки. И часто бывает, что подобные моменты встречаются, кто-то становится жертвой подобной российской политики. Но надо здесь отметить, что в Чечне, проживающие в Чечне Орской, то есть чеченское общество Орской, никогда и не говорило, что они не чеченцы. Это преимущественно такая ингушская тема, то есть это происходит обычно в Ингушетии. Проживающие в Ингушетии Орской, они обычно так говорят, отделяют себя. И этому есть свое объяснение у меня. У нас в Чечне, как правило, таких проблем никогда не было, по крайней мере, они не были какими-то распространенными. То есть если мы даже встретим что-то подобное, какие-то единичные случаи, но какой-то массовости, как в Ингушетии, мы в Чечне не встретим. И здесь очень важно отметить, что наш первый президент свободной Чечне, Джохар Дудай, он как раз из этого общества. Он из общества Орской, из чеченского общества Орской, из Тайпа Циечой. И Джохар никогда подобного не говорил, и никто из тех, кто был рядом с Джохаром, тоже подобного, конечно, не говорил. Вообще, в целом, мы, конечно, понимаем, что Орской, будь то Орской Ингушетии, будь то Орской Чечне, это чеченское общество, это чеченцы. Однако с теми Орской, из Ингушетии, которые, допустим, не говорят так, и считают себя каким-то отдельным обществом, с ними спорить смысла нет. Никого за уши тянуть в народ мы не будем, это не наша тема, мы не заинтересованы в этом. Поэтому, если те, кто так говорят, ну, ничего страшного, это их мнение, оно имеет место на существование, пусть оно будет. Но опять-таки, тащить к себе чеченских Орств, и говоря, что это не чеченцы, это тоже, наверное, неправильно, пусть они так же относятся к этому, как мы относимся к таким словам от Орства Ингушетии. Я сказан о тобой по поводу сирийских Орств, но это неправда, за пределами Чечни и Ингушетии, и вообще все становятся чеченцами. Такого нет, чтобы где-то кто-то становился Орств, ну, нет, приезжая в Европу даже, все-все-все подряд становятся чеченцами. Поэтому нет, ни в Иордании, ни в Сирии, ни в Турции, нет там никаких трех наций. Вообще слово «войнах» — это искусственное слово, которое появилось в 20 веке. Слово-то само не искусственное слово, слово-то есть в «войнах» наши люди, но как этноним оно появилось искусственно. Этого слова до этого не было никогда. Поэтому нет, это неправда насчет того, что они называют себя «войнахами», разделяются на три народности. Сейчас уже политически, исторически сложилось две народности — чеченцы и ингуши. Хоть у нас и одни корни, и не так давно мы были реально одним народом, но сегодня вот так сложилось, что мы стали двумя разными, очень близкими, но разными все-таки народами. Поэтому есть чеченцы, есть ингуши. А Орстхой — это чеченское общество, точно такое же, как и любое другое, как Шотхой, как Чеберлой и остальные. Это неотъемлемая часть чеченского народа. Как и Эхки, Эхки — акинское общество, ауховцы, проживающие сегодня на территории Дагестана. То есть эти земли, чеченские ауховские земли, сегодня стали частью российского субъекта Дагестан. Но они являются обычными чеченцами. От того, что там когда-то Сталин что-то там прочертил линию границы как-то иначе, от этого люди не перестали быть чеченцами. Хоть и есть и там попытки вот этого разделения, хоть и там тоже внедрили это слово «войнах», и некоторые там Акинцы даже привыкли к этому, и действительно считают, что они там «войнах» и какой-то отдельный уникальность. Но на самом деле это такие же чеченцы и в большинстве своем проживающие там, ауховские чеченцы, прекрасно знают, кто они. Они прекрасно знают, что это неотъемлемая часть нашего народа. И от этого никуда не деться. Вместо того, чтобы пытаться разделяться, наоборот нужно объединяться и сохраняться. Народ, он образуется в результате объединения разных обществ, проживающих географически на одной территории и объединенных едиными культурно-нравственными, религиозными убеждениями, ценностями. Вот так образовывается народ. Народ не может образоваться от одного общества, от одного тейпа, от одного племени, не бывает. Это все равно всегда останется тейпом, это останется племенем, но это не будет народом. Чтобы они стали народом, это должны быть разные племена, разные общества, тейпы, они должны объединиться. Единый народ. И вот таким образом мы объединились в свое время в единый народ Ногчи, чеченцы. И пытаться теперь разделить нас, нас могут пытаться разделить, и будут пытаться разделить только наши враги. Сами чеченцы делить себя не будут, если они не являются врагами самим себе. Поэтому те, кто подобные вещи исповедует, пытается, это либо они это делают осознанно, работают на врага, либо они делают это из своей глупости. Ты что несешь, Тумсо? Какой один народ и какие чеченцы? Даже если мы и были когда-то одним народом, то чеченцами мы точно не назывались. Но я и не сказал, что мы так назывались. Я ни в коем случае никого обидеть не хотел, друзья. Я понимаю ваше нежелание в этом плане. Я как раз-таки сторонник, наверное, того, чтобы ни в коем случае не говорить, что вы когда-то являлись чеченцами, вы отдельный народ. Вы хотите таковыми быть, и я не против. Я наоборот выступаю против тех, кто всячески не дает вам этого права, пытается вам не дать. Да, я и говорю, что мы когда-то были одним народом. Это показывает даже, показывает этот анализ ДНК, ДНК-проекты, которые сегодня существуют. Как мы там назывались и так далее, это даже я не буду это с вами обсуждать. Так, в целом, я не против. Исторически и политически мы уже с вами сложились, как два разных народа, но очень близких. Близких, но разных. Давайте уже хотя бы вот так будем дальше сохранять этот статус-кво. Будем оставаться близкими, братскими, двумя разными народами. Чеченцы – это степные нахи, ингуши – горские нахи, а оба вместе – воинахи. Но из-за захватнической кампании Российской империи, благодаря старейшинам, мы с вами превратились в тех, кем сейчас являемся. Стив, Джо, тебе для начала, наверное, нужно географию получить. Просто сначала посмотри географически наше расположение, чтобы не говорить подобные вещи про Степных и Егорских. Это, конечно, не так. Неверно. Субтитры создавал DimaTorzok